Я для примера покажу одну из ярчайших эпизодов из описи Генченко. К ней имеет отношение замечательный совершенно коллега мой по университетам. Игорь Дмитриевич Федоровский, приподнимитесь, пожалуйста, чтобы вас видели. В течение нескольких лет за счет своего упорства, такого математического, он мне приходил и говорил, Виктор Иванович, у вас там в Сергиевке была египетская скульптура, этим бы надо заняться. А я ему также упрямо говорил, я сейчас занимаюсь Венерой, и мне до египетских скульптур как-то совершенно не доходит. Проходило время, он снова приходил упертый и снова повторял, там у вас египетская скульптура была, надо бы разобраться. И вдруг в какой-то момент меня, я кажется, на какой-то картинке видел что-то, что могло напомнить египетский сюжет. И вдруг раскрываем, когда я начинаю работать с описью Генченко и Шульца, мы читаем 68-я позиция. Египетская базальтовая статуя римской эпохи принимает стоящую стройную женскую фигуру, на которой она перестали. Там далее описано, что она держит рок изобилия, в другой руке символ держит, одежда. На голове трехчастный стилизированный парик закрывает всю статую, закрывает всю статую. Очень тонко прилегающее платье. Принципиально оправочка с правой стороны, там где отмечены потери, утраты, дефекты. Отбит предмет, сохранившийся на голове. На голове, да. Итак, удалось установить на одной из фотографий беседка. Посмотрите, какое количество. Это беседка, парковая беседка под дворцом. Здесь и Наяда, о которой уже речь пойдет, Амур и Психея, Полигемнея, Диана, Веера и Лоска. И вот выглядывает из колон какой-то силуэт с предметом на голове. Это вот героиня этого сюжета, о котором я сейчас начинаю рассказ. Вот так вот увеличенно выглядит этот фрагмент с левой стороны. А вот так выглядит скульптура Клеопатра VII, когда благодаря усилиям Георда Митча Федоровского нас запустили в Эрмитаж, в отдел Древнего Египта. Руководитель этого отдела нас сопровождал весьма и весьма так напряженно. И он как-то, я не скажу раздраженный, в общем, мы другие, не такие, как мы. А он вот из Эрмитажа, он из Древнего Египта, он знает все и хорошо. Но когда разрешил нам сфотографировать в ракурсе близком к этой съемке, оказалось, что эта скульптура, вот как описывает Геечника, имела какой-то предмет. И это очень принципиальный предмет по Геечнику. Так выглядит эта Клеопатра. Так эта Клеопатра выглядит сейчас в Эрмитаже. Видите, из базальта на пьедестале, одна левая нога выглядела вперед, в левой руке рог изобилия, в правой руке здесь не видно, но знак Анх, символ жизни, трехчастный парик, на голове место, где отбиты три уреи, змея, символ царственности. Потом выяснилось, только в середине 2000 года, что когда Петровский стал произведением из Древнего Египтского отдела посылать за рубеж, выяснилось, что это лучшее изображение Клеопатры в мире, что это действительно изображение Клеопатры, которое после смерти все ее изображения практически уничтожили, новых не создавалось, поэтому оно уникально и ценное. И любые сведения, которые уточняют что-то, добавляют что-то, они, конечно, совершенно принципиальны, потому что это произведение сейчас в Эрмитаже как бы номер один. Это стало фактически символом Эрмитажа. Кто в Эрмитаже недавно был, может вспомнить, что в этом садике перед входом в кассы большой-большой транспарант. На нем Клеопатра изображена как символ, как символ Эрмитана.